шаббат шалом дорогая община я очень рад что мы можем встретиться в этом первое наше служение в этом году и важно еще одна часть которая очень будет серьезно такая когда вы пришли сюда в зал вы заполнили там такие как бы небольшие анкетки там как бы молитвенные нужды во время моей проповеди будет корзинка проходить между рядами она сама не ходит вместе будут ее пропускать чтобы положили туда ваши нужды мы в конце служения обязательно помолимся почему потому что у нас сегодня и такая тема о молитве если вы заметили мы сегодня много говорим о молитве сегодня на ум говорит о том что мой брат молился мы молились и с сергей у нас говорил о молитве он говорил о важности молитвы знаете тема первую которую бы я хотел бы поднять в этом новом календарном году это может можете уже отпускать эти просьбы я бы специально назову для того что таким названием интересно потому что о том о чем я хочу сегодня говорить это то чего мы сталкиваемся каждый день факт по практически мы должны с этим начинать каждый божий день для тебя для меня это часть вот эта тема который говорю это то чем мы должны сталкиваться каждый божий день темам а молитвы она не новая для религиозного человека для для религиозного человека молитва не является новой темой для того, чтобы понимать сущность своей жизни с Богом. Потому что это некий разговор с Всевышним, где мы общаемся в нашем духе, где мы общаемся в нашем естестве природы, связанной с Богом. Но на самом деле не всегда мы воспринимаем молитву всерьез, как верующие люди. Мы понимаем, что нам не нужно молиться, с чего начинается практически каждый Божий день нашей жизни. Но практически мы не создаем силы молитвы. Может, вы не предполагаете и, может быть, не предполагали, но когда вы при еще наступлении нового календарного года, то, где весь мир сегодня празднует наступление 2016 года, может, вы не предполагаете, но фактически вы, когда звонили своим близким, родным и пожелали счастливого нового года, вы практически использовали свой потенциал пророческого дара, который в каждом человеке есть, желая человеку благоденствия, желая человеку мудрости, желая здоровья, желая всего наилучшего, успеха в финансах. Я не знаю, что вы желали людям, но практически вы своим пророческим даром, который у каждого человека есть, высвобождали некое пожелание в будущее, своего рода общаясь с Богом, то есть, надеясь на Всевышнего, вы желали, чтобы Бог благословил ваших соседей, маму, папу, ваших родственников, ваших детей, ваших всех близких с тем вот наступающим годом, и мы провозглашаем, чтобы этот год был для тебя успешным. Вы знаете, некая молитва, соединенная с пожеланиями, потому что чаще всего молитва – это некое отношение, то есть, мои желания я открываю перед Богом. Вот об этом хочу говорить. Наверное, для нас, для религиозных людей, молитва является первоосновным или первоочередным рецептом решения множества проблем в жизни. Если вы не согласны, можете сказать нет. Но я думаю, что рецепт на все случаи жизни для религиозного человека является молитва. Если вы возьмете Сегула, то есть это молитвенник, который читается во многих путешествиях, на все случаи жизни в еврейской культуре, вы найдете различные молитвы, да, и фактически некое религиозное состояние, когда мы ищем рецепт на все решения нашей жизни. Мы берем пример молитвы Ишуа, особенно. Для верующих, тех, кто верят в Ишуа, Мессию Иисуса, Иисуса Христа как личного спасителя и спасителя мира, мы берем пример его молитвенную жизнь. Мы знаем, что он часто удалялся в такие места, которые уединения. Мы понимаем, что его жизнь была очень молитвенная. Мы на самом деле видим посвящение этой молитве у самого Господа, у спасителя нашего, да, и он говорит о том, что мы брали в пример его жизнь. И знаете, очень много мы ищем формул молитвы, которая бы нам изменила многое. Мы так устроены. Мы ищем формулы для себя молитвы, как молиться так, чтобы все изменялось. Мы, многие из нас читали книгу Сергея Шадловского, Пануэл. Кто из вас читал? Это книга человека, который, на самом деле, пережил некий новый уровень молитвы. И эта книга помогла многим-многим верующим, современным верующим, изменить подход к самой молитве. И я за это очень благодарен Богу. Многие из нас исследуют успех многих лидеров евангельского движения. Мы смотрим на их жизнь, смотрим, как молитва меняла их жизнь, и насколько они молились. Какой успех приносила молитва в их жизни. И на самом деле мы ищем, мы знаем истории праведных людей. Мы пытаемся использовать их опыт для того, чтобы наши отношения с Богом были на другом уровне. Помню, как была популярна книга Лэри Ли. Если вы помните, это в начале 90-х годов он читал о молитве. Он говорил о молитве. И там есть фраза, которую он очень часто использует для того, чтобы для тех, кто ищет рецепт для молитвы. Он говорил так, сделай молитву желанием, сделай молитву своим желанием, потом привычкой, а затем наслаждением жизни. Сделай молитву желанием, потом сделай ее привычкой, а затем сделай молитву наслаждением жизни. Я говорю об этом, потому что очень важно об этом говорить. Именно в начале года, это мое пожелание о том, что нам делать дальше. Нас всегда учили молиться в молитвах ходатайства. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Молитва ходатайства. Я сегодня обращаюсь к нашим людям, те, кто ходят в общину, кто верующий давно. Если вы пришли к нам, вы не знаете, кто мы, вы нас случайно, не пугайтесь, хорошо? Я сегодня говорю наставление нашей общине, для тех, кто ожидают такого изменения в новом году. Мы были научены ходатайственной молитве. Нюма говорит, молитва согласия. Многие люди говорят, я не знаю, что это такое. Ну, мы соглашаемся о каким-то принципах, которые мы вместе живем перед Богом и говорим на это как бы аминь, согласие молитва. Мы знаем о молитве прошения, да, вот это ходатайство. Некоторое прошение перед Богом. В том, говорили о молитве созерцания. То есть, такое, сидишь, созерцаешь милость Божию и молишься Богу в тишине своей, да. Мы говорим о молитве брани, сражения, за право иметь или жить, понимаете. Такое есть, мы научены так. Далее мы говорили о молитве провозглашения. Да, вот, очень часто говорят, мы провозглашаем эту молитву провозглашения. Невидимое станет видимым таким. Мы научены некоторым принципам, которые, ну, они неплохие, они хорошие, они дают жизнь нашему духу, дают жизнь нашей, вот, нашему существованию. Применяя все советы многих влиятельных людей, мы, на принципе, пытаемся сделать то, что они пережили. Я лично буду говорить так, много читаю, пытаюсь жить жизнью, которая, ну, вот, в соответствии, знаете, вот такого, как Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Мессии, подражать многим людям, которые достигли успеха в своей личной жизни, в жизни, может быть, служения. И часто, очень часто, это не бывает постоянно, ну, как бы, за аксиомой я могу взять, но очень часто я переживаю некий дискомфорт в моей молитве. Кто из вас иногда переживает дискомфорт в своей молитве? То есть, другими словами, когда вы начинаете молиться, некое духовное противостояние тому, о чем вы молитесь, или у вас все бывает так легко? Я лично переживал такие вещи, когда ты молишься, ты чувствуешь, что ты, как бы, ходишь в конфликт двух духовных миров. Некий конфликт. Знаете, примером такой молитвы для нас может служить молитва Даниила в 10 главе. Вот это такой духовная борьба, духовный мир, где входит конфликт с тем, что происходит на самом деле. Я прочитаю. Даниил начинает молиться, мы помним, 21 день. Он начинает ходатайствовать за свой народ. Я не знаю, сколько здесь присутствующих, когда они либо молились за Израиль три недели, либо хотя бы за Украину. Вопрос не за что молиться, а вопрос сколько молиться, да? Вот три недели поста и молитвы за Украину. Кто-нибудь делал или нет? Они говорят все такие, а оно нам надо? Вот кидать вызов, делать вызов о том, что мы молимся, чтобы Бог прекратил там все эти вот неполадки на Востоке. А кто-нибудь по-серьезному так взял молитву на три недели и поста, и вот каждый день молиться за Украину, либо за Израиль. Кто из вас? Мало. Но вопрос не в этом. Вопрос конкретно здесь идет о том, что когда молиться. Даниил, 10 глава, с 12 по 14 стих. Но он сказал мне, то есть обращается ангел Господень, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел на помощь мне, и я остался там при царях Персидских. А теперь пришел возвести тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Интересно, знаете, вот для меня лично, и по этой причине, наверное, делаю вот это первое послание Нового года относительно молитвы. Самое интересное, потому что мы хотим построить свою жизнь в каком-то успехе, каких-то преодолевая препятствия. И здесь очень интересное заявление. Даниил молился долго, 21 день примерно, да? Но можно сказать так, что помощь была выслана, или как бы вышла Даниилу навстречу, это помощь с небес, с первого Его Слова написано, слова твои услышаны с первого дня. Интересно, да? С первого дня, когда мы начинаем молиться, что-то происходит. И на самом деле молитва Даниила заставила небеса и ад, если можно так сказать, войти в конфликт. Почему? Потому что до того, как еще Даниил не молился, никаких проблем не было. Даниил молчал, значит, все остальное, ну как бы сказать, не входило в конфликт одно с другим. Как только Даниил начал молиться, произошел конфликт. Небеса посылают свой ответ Даниилу, а ад, можно так сказать, противостает, чтобы Даниил не получил ту помощь, или то слово, которое было послано от Бога. Мы очень часто, не знаю, как много из вас, переживают такое. Как многие из вас молятся о каком-то состоянии, о каких-то проблемах в своей жизни уже долгое-долгое время. Может быть, даже часами вы проводите в молитве о конкретной ситуации, о каких-то вещах, и ответа еще нет. Как многие из вас? Ну, всегда бывает почти 100%, а остальные, наверное, не молятся. Ну, это ваша проблема. Но состояние такое, ты молишься уже долгое время, ты имеешь пост о чем-либо долгое время, и вот здесь нет ответа, не приходит ответ, а ты все равно молишься. Знаете, духовный конфликт, можно сказать, он существует тогда, когда мы уже начинаем молиться. Очень часто мы не предполагаем для себя то, что мы делаем в молитве. Мы не предполагаем. Мы говорим Богу и не предполагаем, что конфликт между посланниками Господа и тем, кто противостою, чтобы ты услышал ответ реальный от Бога, он начинается с первого дня, но продлится до того времени, когда придет помощь. Жесткое противостояние в молитве – это не норма, но часто случающееся в нашей жизни. Очень часто. Я могу соответственно сказать, что удерживающийся ответ от нас, который послан от Богом, зависит очень часто лично от нас. Потому что, когда дьявол, когда враг нас имеет некие, знаете, законное противостояние нам, то есть у него есть то, что мешает нашей жизни, то, например, поведение, либо грех, либо что-либо такое, что мы, может быть, молимся Богу, просим помощи, но у дьявола, у врага есть легальное, или же, можно сказать, официальное положение противостоять тому ответу, который придет от Бога. Нам очень важно. Как я понимаю, мы, и как я думаю, то, что духовный конфликт решается на поле боя. Вы согласны, нет? Мы понимаем, что есть духовная брань. Мы говорим эфесянам послания, говорим там, во все оружие, ибо наша брань против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Поэтому вооружитесь во все оружие. Мы понимаем, что наша брань, она духовная, эта брань. Мы делаем все возможное, мы снаряжаемся на право сражаться за наше доброе дело, за нас, дорогих, любимых. Если мы чувствуем себя, что мы ослабеваем, да, то мы больше применяем усилия, мы притягиваем еще молитвенников к себе, мы звоним братьям, сестрам, мы звоним молитвенным поддержкам, группам всевозможным, ставим нужды, говорим, молитесь, пожалуйста, молитесь за меня, я хочу иметь ответ от Бога. И чаще всего таким словом мы называем некий прорыв. Нужно обязательно прорваться в своих молитвах. Кто из вас переживает такие вещи? Мы говорим об этом, мы часто, здесь ничего такого страшного нету. Мы так понимаем, мы так научены, что духовный фронт, он является реальным, и нам необходимо постоянно за свою жизнь сражаться. Знаете, прорыв, он всегда будет. Если предположить, друзья, если предположить, что наше решение, решение нашего вопроса решается не на поле сражения, как мы привыкли. Мы привыкли, что молитва – это некое усилие, борьба, некие сражения за наше право. А если предположить, что молитва – это не поле боя. Молитва – это зал правосудия. Когда-нибудь вы думали об этом? Мы когда-нибудь задумываемся тем, что молитва может быть не только тем местом, где мы сражаемся, но тогда, когда мы начинаем молиться, мы входим в зал правосудия. Если мы применяем стратегию войны в зале правосудия, очень часто, когда мы так бываем, кто-то был, судился здесь, на Украине хотя бы, в суд кто-то ходил, вызывали вас. Когда мы приходим в суд, в зал суда, мы же там же не ведем себя, как военные, то есть снаряженные со всех сторон. Мы там не атакуем судью, мы не атакуем словами нашего оппонента. Мы тихонько пытаемся выслушать, что будут говорить, какую претензию нам выдвинуть. Правильно? Но если мы будем себя агрессивно вести, как будто мы на поле боя, нас выставят за неуважение к суду. Нас просто скажут, это так нельзя вести, молчать и тому подобное. Есть тактика различная, которую мы сегодня должны понимать. Есть тактика военных действий, которые мы должны на самом деле использовать в нашу молитвенную жизнь, как военные действия. Но также нужно различать. Мы в зале суда или же мы на передовой? Я убежден чаще всего, что мы входим при первых наших молитвах в зал именно решения вопросов, правосудия, а потом мы входим на передовую линию, когда мы имеем ответ от Бога, когда мы имеем тактику от Бога, когда мы имеем конкретное решение, как поступать. Поэтому для нас важно понимать, где решаются наши проблемы. Нам нужно понимать, где мы находимся. И если мы уже на стороне борьбы, тогда нам нужно принимать усилия, мудрость, знания и власть. Если же мы понимаем, что у нас всего этого не хватает, тогда нам необходимо иметь тактику молитвенного снаряжения, молитвенного понимания, что мы находимся перед Богом, который является судьею праведным. Знаете, Ишуа учил о молитве. Я не говорю сейчас о молитве, которая об изгнании бесов, молитва за исцеление. Я говорю сейчас о молитве, которую Ишуа учил своих учеников, когда ученики пришли, просили, научи нас молиться. Как нам молиться? Что нам делать в молитве? Это эти учения записаны в Матфея 6 глава и 8 глава, и Луки 11 глава. Мы можем понимать, что там написано «Отче наш», там научено, как молиться. Вот когда вы молитесь, молитесь «Отче наш». Мы знаем ее наизусть. Но знаете, во время того, как он научил, как молиться, он еще преподавал некие притчи, то есть с несказательной историей, для того, чтобы человеку было доступно и понятно, как именно молиться, о принципах молитвы. Я честно скажу так, вот мое личное мнение, личное мнение, из учения Ишуа о молитве я нигде не видел, чтобы он говорил о воинствующей молитве. Вы меня извините. Мы привыкли к тому, что нам нужно, вот молитве нужно наступать, двигаться, просить, да, и как бы из учения Нового Завета, там как бы есть какие-то такие ссылки. Но на самом деле, в учении Ишуа Мессии о молитве нигде не сказано о поле брани. Вы скажете, о-о, рэбэ, вы что, вы начинаете тормозить нас молиться? Нет, ни в коем случае. Хочу вам показать принцип, принцип, который имеет Ишуа как учение для молитвы. Другими словами, у него есть вот в Луки и в Матфее некие принципы. А вот если кто из вас имеет сына, который, да, вот, который просит у вас хлеба, да, помните, да, или же яйцо, даст ли ему, будучи вы злый, дадите ли вы ему как бы скорпиона? Помните, да? Другие слова, он перечитывает, говорит о молитве, а потом говорит о прошении, некоторое прошение. Он делает связь между отцом и сыном, между отношением, молитва как отношение отца и сына. Если вы, как сын, просите у отца что-либо, да, конкретное, то отец, будучи добрым, он добрый, Бог наш добрый, Бог отец, он добрый, даст ли он обратное? Нет, он даст то, что мы просим, отношение отца и сына. Потом он учит о том, что есть еще другая отношение молитвы, дружеская молитва. Он говорит о том, что один друг приходит к другому другу посреди ночи и начинает стучать и просить, дай мне хлеба, потому что ко мне пришли еще одни друзья. Или написано в Луке 11 глава 8 стих, если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько попросит. Молитва отношений, дружеских отношений. Вы скажете, о-о, мы никогда не слышали такой молитвы дружеской с Богом. Я вам скажу так, что Бог ищет дружеских отношений. Бог ищет дружеских отношений. И если мы друзья Богу, если Он называет нас друзьями, как Он называл Маше, потому что написано в исходе 33.11, и говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил с другом своим. У Бога всегда есть желание поговорить с нами, то есть в молитве, когда мы обращаемся в отношениях с другом. С другом. Это очень интересный факт в том, что Иешуа пытается рассказать ученикам своим не просто молитву «Отче наш», а принцип отношений между человеком и Богом. они на уровне отца и друга. Как я уже сказал, я бы хотел найти, чтобы то место, где бы Иешуа говорил о том воинствующей молитве, но я не находил. Я нашел только то, что Иешуа учил о том, что нужно иметь отношение, отношение твоей с Богом. Вы знаете, учение Иешуа, оно очень уникальное в самой сущности. И есть еще одно место, где немножко отличается от дружеских и отцовских отношений в молитве. В Луке 18 глава Иешуа начинает с того, с первого стиха, где он говорит о молитве и не унывать. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Кто из вас молится в унынии? Почти все. В таких обстоятельствах думаешь, что там молиться, я не знаю как. Но здесь он говорит, секундочку, услышите, есть молитва, которая идет в противовес по его унынию, не унывать. И говорит притчу, которую мы на самом деле хорошо читаем, но мы никогда не связывали ее с принципом молитвы. Смотрите, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она приходила к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защитю ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитить избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их, сказывая вам, что даст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Молитва связана с неким принципом, о котором я уже говорил прежде. Помните, я задал вопрос, молитва это поле боя или же зал правосудия? Если Ишуа говорит о принципе молитвы как здесь, как в неком юридическом системе, о том, когда мы просим нас защитить, когда мы просим, чтобы Бог вмешался в нашу жизнь, когда мы поднимаем свой голос к Богу нашему о защите, о правосудии, о справедливости, мы должны понимать, что мы входим в зал суда. Это момент юридического положения, когда мы понимаем, что Бог, Он не просто творец, Он судья праведный. молитва, которую мы с вами вдохновляем, это те молитвы, которые отвечаемы. Я вам говорю прямо, от молитв, которой мы больше всего получаем удовольствие, от молитв, которой мы видим реальный ответ, правда? Когда приходит момент ответа, у нас есть желание больше молиться. Чем больше ответов, больше молитвы. Мы вдохновляемся этим. Но слушайте, в притче мы видим здесь принцип, который говорит о молитве, потому что когда мы начинаем молиться к Богу, мы обращаемся в Его юридическую контору. Мораль эта притча очень простая. Если вдова смогла получить защиту от судей неправедного, то насколько больше ожидания у нас с вами от праведного судьи. Услышать праведный приговор. Но мы должны помнить, помнить, что дальше происходит. Даниила 7 глава, она продолжается, я хочу прочитать. Это то место, где больше всего или ярче всего описывается Божий тронный зал, который мы говорим, тронный зал, мы станем предтроном Божьим. Тронный зал. в Библии говорит, в Танах, Брихаташа или Новый Завет, говорится о судах Божьих, говорится о том, какой будет суд. Но Даниил описывает это очень ярко. «Видел я наконец, что поставлены были престолы, воссел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи, тысячи служили ему, и тьма тем предстояла перед ним. Судьи сели и раскрыта была книга». То есть и раскрыли книги, наоборот. Судьи сели и раскрыли книги. Это трон Божий, это то место, мы говорим, и мы пристанем перед Божьим присутствием в тронном зале. Когда говорится о тронном зале, где идет хвала и поклонение, где херувимы падают и преклоняются, где каждый свят, свят, свят Господь Саваоф, всегда соприкасается с судным таким состоянием. Для еврейского народа это особенно понятно, потому что мы говорим о том молитвах «судья праведный». Ты, Бог наш, судья праведный. Мы обращаемся к Суде праведному. Да будут наши жизни записаны в книгу, наши имена будут записаны в книгу жизни. Мы обращаемся на Йом-Кипур к Богу с желанием, чтобы наша жизнь была изменена. И мы с вами на самом деле по описанию мы уже с ним воссели на небесах. услышите меня правильно с интересом. Послание к Ефесянам 2 глава 6 стих. «И воскресил с ним нас с вами и что он посадил на небесах Вишуа Мессии». Хотя мы здесь находимся на земле, услышите, хотя мы здесь на земле нашей плоти находимся, в нашем духе мы уже находимся на небесах, в тронном зале, на небесах, да? Другими словами, мы находимся в судном или же в зале справедливости. В зале справедливости. И когда мы молимся здесь на земле, мы уже совершаем молитву там, то есть мы уже просим судью праведного вмешаться в наш отдел решения вопросов. Мы посмотрим, что дальше происходит, где пишет Даниил в 25-26 главе. «И против Всевышнего», не думайте это просто об антихристе, думайте как принцип, который действует вообще в мире, «И против Всевышнего будет произносить слова, угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени, времени полувремени». То есть, другими словами, сила народа Божьего будет уничтожена, будут забраны праздники, будут забраны и законы. Есть моменты, где враг будет над смешкой, насмехаться над народом Божьим, где мы будем чувствовать, что мы не зло же нашей силы, но затем воссядут судьи опять и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное и все властители будут служить и повиноваться ему. Я хочу, чтобы вы поняли этот принцип, что если мы понимаем это правильно, что когда мы здесь на земле, у нас на самом деле не всегда хватает силы молиться. И бывает такое, что враг он, ну как сказать, одолевает нас, но приходит момент, когда этот вопрос, наш вопрос будет решен в мгновение, в мгновение решения вопроса меняется, тогда, когда мы понимаем, что мы являемся частью вот этой системы, нашей молитвы, мы входим туда, в небесную канцелярию, судебных исков, где мы говорим Богу, будь моим защитником. Когда мы приносим наши молитвы, мы говорим Богу о том, чтобы путь защитой нам и убежищем. Я понимаю, что в один момент, как во время Пурима, когда приговор был подписан царем о том, чтобы уничтожить еврейский народ, в одно мгновение, в одну минуту, все меняется, и тогда меняется даже поведение народа. Я хочу, чтобы вы понимали, мы на самом деле можем идти и воевать, мы можем двигаться в воинствующей молитве только тогда, когда приговор будет изменен. Вы слышите, нет? Услышьте мне правильно, где мы находимся. Услышьте о том принципе молитвы, которое Бог хочет оставить для нас. Мы должны быть воинствующими молитвами. Да, мы должны ходатайствовать, мы должны просить, мы должны вымаливать, мы должны стоять в проломе за своих детей. Но честно хочу сказать, давайте разберемся, где мы находимся. Потому что если бы еврейский народ во время Пурима, он вышел бы нас сразу воевать, отстаивать свою свободу, навряд ли бы они победили бы. Им нужен был вердикт царя подписанный, что с сегодняшнего времени они имеют право защищаться. Не был отменен на том, чтобы уничтожать, но имели право защищаться. Я верю, что у нас должна такая же быть позиция относительно молитвы. Мы с вами либо находимся на поле битвы, где приглашаем, принимаем все усилия и стратегии, и оружия. Мы знаете, беремся до конца, но мы должны понимать, что дьявол или враг наш не имеет против нас ничего. Ишуа говорил о том, что вот идет враг, а во мне ничего не имеет. Не мог он победить его. И вот в этот момент нам нужно понимать, что когда мы воинствуем против чего-то, мы должны помнить, что мы несём ответственность. Когда мы стоим перед Богом, помните, что дьявол, он он клевещет. Он не приходит на суд просто так. Он всегда будет иметь против тебя что-либо. И если ты не готов ответить за свои поступки перед Богом, я не думаю, что у нас получится воинствующая молитва. если мы поймём это. Но знаете ответ в чём? Если мы имеем в своей руке правила прощения, если мы можем осознать свои согрешения, прегрешения на этой земле, потому что мы все согрешаем, пойти раскаяться, поговорить с человеком, примириться с ним, пойти и высоветить своё негативное состояние, может, своё осуждение, я скажу, когда на этом зале, в этом зале правосудия, у дьявола или у врага нашего не будет возможности нас о чём-либо креветать, потому что кровь Иешуа очищает от всякого греха. Мы должны понимать это внутри. И поэтому мы просим многих людей, которые приходят на собрания, которые хотят изменить свою жизнь, хочу донести, что именно Бог может изменить вашу жизнь. Когда вы осознаёте, что кровь Ишуа Мессии очищает нас от греха, отдаёт нам возможность и силу говорить, мне мой Бог простил мои грехи, я сегодня согрешил, я покаялся, я примирился, я совершил свою чуву, и я сегодня готов быть, знаете, защищённым, не своими силами. Лука 18 глава говорится так, и сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и унижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей став, молился сам себе так, Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеяли, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятину, часть всего, что приобретаю. Мытарь же стоя вдали, не имел даже, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяясь меня в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Вы понимаете, да? Молитва, молитва делает уникальное движение. Мы думаем, что мы боремся, мы сражаемся, потому что мы так научены, мы там стоим, хододайствуем, да? Но на самом деле самый первый шаг молитвы приводит нас к престолу правосудия. И если мы оправданы, если мы верим, если мы чисты перед Богом, если мы раскаялись в своих положениях, я говорю вам, ответ придет незамедлительно. Ответ придет незамедлительно, потому что Бог заинтересован, чтобы этот год календарный для нас начинался с понятия, что такое молитва, что мы имеем в этой молитве и как мы можем предстоять перед Богом. Молитва – это зал правосудия. И если судья наш Отец и Бог, тогда давайте вместе себя вести подобающе. Подобающе. Мы должны помнить, что каждый раз, когда мы стоим перед Богом, мы даем возможности Ему быть нашим адвокатом. Ишуа Мессия – наш адвокат, а Его Отец – главный судья. На чьей стороне будет Бог, если мы осознаем, кто Он и кто мы. Нам нужно понимать, что молитва – это зал правосудия. Молитва – это место, где мы ищем и выслушиваем приговор. И уже после приговора мы делаем то, что сделал еврейский народ в Пурьем. Мы защищаемся. Я надеюсь, вы поймете, о чем я говорю. Я надеюсь, что в вашем духе вы поймете, насколько важно и интересно иметь Бога другом, отцом, что наши молитвы, они на самом деле дружеские и отцовские. И при всем этом, зная, что Бог – Отец, судья праведный, обращаться к Нему как Судья. Давайте мы примем во внимание учение Ишуа. Верить, что то, что сделал Ишуа на Гоговском кресте, достаточно, чтобы прощать и других. Он простил нас посредством Своей крови. не то ли мы должны сделать для других людей. Я не говорю пролить свою кровь, доказывать, что ты человеколюбишь. А на самом деле сделать то, что мы раньше не делали. Перешагнуть свою гордость, перешагнуть свои убеждения, найти время примирения со своими братьями, сестрами, со своими родителями. Найти примирение со своими врагами, которые ищут ваши жизни, ваших кредиторов, которые бегают за вами. Я не знаю, может быть, ваша жизнь в опасности, я не знаю, и вы молитесь долгое время, чтобы Бог избавил вас от всех этих вещей, но почему-то ответа долго нет. И помните, что сказал ангел Даниилу, с первых дней твоя молитва была услышана. Я бы пришел, я бы пришел, но мне противостоял царь. Конечно, мне нужно попросить Михаила прийти ко мне на помощь. Я верю, что вот это послание, которое я давно готовил, я хотел его сказать давно, Господь после не давал мне это сделать до сегодняшнего дня, как начало изменений. Когда ты войдешь в свою комнату молитвы, она должна быть у каждого человека, это может быть ваша спальня, может быть ваша гостиная, любимый стол, стул, на котором вы сидите и молитесь к Богу, имейте отношение с Ним в тихом веянии, а может быть не очень тихо, как Наум сказал о своем брате, как барабан начинает молиться. Я не знаю, но я верю каждому человеку это место встречи с Богом. И я бы хотел быть на месте Моисея, встречаться с Богом лицом к лицу, и Бог бы со мной говорил как с другом. И я верю, когда наша брань, она будет совсем другая, наше молитвенное сражение, потому что мы будем помнить, кто против нас, если с нами Бог. Но не забывайте, когда мы начинаем молиться, наш Дух, Он уже там, в зале правосудия. и как мы молимся. Или просто выслушиваем перед Богом свой этот вердикт. Потому что мы духовные люди, мы внутри понимаем, что есть вещи, которые нас отягощают. Несправедливость, обманы. И мы лукавим, мы знаем это в духе нашем. Каким образом? потому что там совершается суд. Нам нужно иметь полный мир здесь на земле и на небесах. И я призываю сейчас вас помолиться в первую очередь вот за эти нужды. Их много. Знаете, поэтому я попросил, чтобы это сделать в конце. Здесь так много написано. Столько нерешенных вопросов. А как сегодня помолиться? Когда мы говорим, Господи, ведь ты же все знаешь. Мое состояние, мой дух, мою душу, мои правильные и неправильные дела. Но в самом деле я хочу, чтобы вы понимали, Ишуа воскрес для нашего оправдания, чтобы оправдать наше поведение здесь на земле, когда мы осознаем это. Он ходатай нового завета за меня в первую очередь, даже будучи верующим долгое время. Он ходатай за меня. Все, что я должен сделать, сказать, Господи Ишуа, ты умер на Глоковском кресте, чтобы я не умирал в своем духе. Я осознаю, что я нуждаюсь в адвокате, что сегодня в моих нуждах, в моих просьбах я в первую очередь стою перед судом Божиим. Будь моим адвокатом, будь моим примирителем, прости мои грехи. Господи, дай мне увидеть благоденствие народа моего, благоденствие детей моих. Выйди мне навстречу. Сегодня я прошу, Господи, сегодня я прошу, будь моим судьею. перед тем, как я пойду дальше брать то, что принадлежит по праву мне, я хочу слышать голос Твой, я хочу примирения с Тобой, я хочу быть в Твоем зале, Господь, пускай мое имя будет очищено. И если я чем-либо согрешил пред Тобою, либо перед друзьями, родителями, дам невозможность раскаяться, принести из шву пред лицем Твоим и получить разрешение защищаться, как получил еврейский народ во дни Пурима, когда был приговорен к разрушению и уничтожению. Внезапно, в один день, все изменилось. Ты вынес приговор, суды были исполнены. Они получили внутри утверждение о том, что они народ избранный, взятый в удел, получили разрешение защищать себя. Господи, сегодня мы также просим этого времени благословляю каждого из нас. Те, кто смотрят нас в прямом эфире, чтобы это слово было достигнуто до них, и мы понимали, кто ты есть. Благословенно, имя Твое, Господи, ответь на все те нужды, которые здесь описаны, дабы люди знали, что Ты есть Бог праведен во всем. Ишем Ишума Шихейна. Аминь. Я знаю, что я оставляю вас с таким моментом размышления, но я верю, что эта неделя будет для вас неделя испытания. Попробуйте помолиться так, как я вам говорил, спокойно, осознавая все свои понимания о том, что ты стоишь перед Богом. Если мы просим правосудия, не забывать, что оно в первую очередь принадлежит нам. Аминь. И пускай Бог благословит вас во всем. Ишем Ишем Если вам нужна молитва.